Добрый день, уважаемые участники всероссийской акции «Моё детство – война». Меня зовут Лариса Батракова, и я приветствую вас из жемчужины Кольского Заполяря, города Мончегорска. Хочу искренне порадоваться за организатором этой масштабной, благородной и очень важной акции. Мы получили 1500 видеороликов из практически всех регионов России, из ближнего и дальнего зарубежья. Это потрясающий результат, и это здорово. Мы вместе смогли привлечь внимание, ещё раз привлечь внимание к последним свидетелям Великой Отечественной войны. Мне приятно, что в рамках этой масштабной акции мы наладили сотрудничество. Тема военного детства для меня, по сути, это часть моей жизни. Больше 30 лет я посвятила этому делу. За эти годы реализовано множество мероприятий, проектов, и один из проектов как раз и есть – создание Общественного музея военного детства. И нам в этом году нашему музею исполняется 18 лет. Вы представляете, сколько мы успели сделать? Только музей посетили за годы его существования более 10 тысяч человек. И почему я говорю «мы»? Да потому что сохранение исторической памяти – это коллективная работа. Я много лет сотрудничаю с шерсткой организацией, с градообразующим предприятием Кольской ГМК, с общеобразовательными учреждениями, с библиотечной системой города, с администрацией и общественными организациями. Но для меня были и остаются главными партнерами и союзниками члены общественной организации «Дети Великой Отечественной войны» города Мальчегорска. Это мое вдохновение и это моя гордость. И сейчас я с удовольствием приглашаю вас на короткую обзорную экскурсию по музею, а поможет мне в этом Центр семейного чтения. Мы находимся в зале, который отражает быть 30-х, 50-х годов. В этом зале можно увидеть, в каких условиях дети рождались, как они жили. Мы акцентируем внимание на том, что были семьи большие, и вот эта экспозиция наглядно это отражает. Также в нашем, в этом зале есть экспозиция, которая называется «Школьные годы». Здесь можно проследить за тем, как дети учились, в каких условиях, какие были учебники, школьные принадлежности. Это вызывает также очень большой интерес у наших слушателей, у наших посетителей. Мы имеем в своем арсенале потрясающую экспозицию, я бы сказала, коллекцию, которая принадлежала матерям «Детей войны». Представьте себе, многие годы, они бережно хранили эти вещи в память о своих матерях, и потом поделились этими вещами с нами. И таким образом мы можем теперь демонстрировать те наряды, в которых ходили женщины в 30-е, 40-е, 50-е годы. Мы находимся в зале, который отражает годы Великой Отечественной войны. В нашем музее представлено более 20 тем, и о некоторых из этих тем я сейчас вам коротко расскажу. Во-первых, это тема «Дети-узники». Вот эта экспозиция отражает все те ужасы, которые пришлось испытать детям в концлагерях и в условиях концлагерях года Великой Отечественной войны. Также тема, которая называется «Трудный путь эвакуации». Это для Мурманска особо актуально, потому что очень много женщин и детей были эвакуированы из Кольского полуострова, из Мурманска и городов Мурманской области. Немаловажная, можно сказать, одна из центральных тем в нашем музее посвящена женщине-матери. Мы ее так и назвали «Мадонна Великой Отечественной войны». Потому что именно благодаря женщинам мы сегодня можем говорить о детях войны. Это женщины, нечеловеческих условий, сохранили жизнь целому поколению, о котором мы сегодня с вами говорим о детях войны. Еще одна тема, которая немыслима, наверное, без понятия Великой Отечественной войны, это «Дети блокадного Ленинграда». А также здесь отражены у нас документы, воспоминания очевидцев, ну и, конечно же, в унисон этой теме звучит тема «Хлеб войны». Можно видеть на экспонате кусочек блокадного хлеба, и, по сути, мы этой теме посвящаем целую экскурсию. На протяжении всех лет существования музея я снимаю эмоции людей. И эти эмоции, независимо от возраста, будто ребенок или взрослый, не могут оставить людей равнодушными. А иначе быть не может, потому что война и дети – понятия несовместимы. Уважаемые организаторы и участники этой благородной и очень важной акции, я желаю вам вдохновения и новых успехов по сохранению памяти о детях Великой Отечественной войны. Субтитры создавал DimaTorzok